Доброго времени суток вам, дорогие друзья! Сейчас на моем канале я начинаю осваивать новый доселе, неизвестный для меня жанр, как кулинарное телешоу. Сегодня мы будем с вами готовить блюдо Фельдшта Доля Рус, для тех кто не знает итальянский, мечта русского по Италии. Очень простое блюдо, нам понадобится всего два ингредиента. Давайте же приступим. Пошел к холодильнику. Из холодильника достаем самые обычные макароны. Но тут следует отметить, что мне нравятся макаронные перья итальянские. Но так как у меня сейчас их нет, то мы будем готовить с вами так называемые, я сейчас в камере поближе, завитушки. Завитушки. Давайте как к плите. Наливаем, ставим сковороду, наливаем самое обычное, ну я не буду спонсором, но, конечно, самое обычное подсолнечное масло на сковороду. Вообще мне обидно. Туда же кладем наши макароны из дуршлага. Тут следует отметить, мы положили макароны на сковороду, но включать их пока еще нам нельзя. Так как не готов у нас второй ингредиент, и я вновь отправляюсь к холодильнику. Из холодильника я достал самые обыкновенные сосиски. Тут тоже следует отметить, что любые сосиски для нашего итальянского блюда подойдут, кроме фирмы Сызань. Золотой интересен навсегда. Фирма Сызань полное говно. Доставим наши сосиски, ну и очищаем их от кожуры. Отчищаем их от кожуры посредством самого обыкновенного ножа. Давайте посмотрим, как это делается. Это делается очень просто вот так. Кладем, да, и для блюда нам нужны ровно 4 сосиски. Не 5, не 6, не 2 и не 3. Ровно должно быть 4 штуки. Ну вот, в 4 сосиски я положил корж. И самое время налить в этот ковш воды. Вода должна быть поверх сосисек, но поверх сосисек немножко. То есть, она должна вода закрывать сосиски полностью. Но наливать до... Ковш до полна, это не надо этого делать. Ну, примерно, примерно, примерно вот так вот. Обратите внимание, еще раз, ковш у меня не дополна. Ставлю сосиски на плиту. Ну и опять-таки, мы не включаем. Так как к нашему блюду надо же что-нибудь выпить. А я очень большой нелюбитель алкогольной продукции. Мне как-то больше нравятся безалкогольные напитки. Давайте-ка чай, что ли, сделаем. Давайте. Чай у нас самый обычный, черный в пакете. Тут стоит отметить, что зеленый чай тоже хорош. Также я большой нелюбитель кофе. Но чай хорош черный, хорош зеленый. А то, что вот тут вот у меня есть, вот это вот, некоторые любители вот этого дела, под названием, под названием крокодей. Крокодей, ну, для тех, кто не знает, это красный чай. Вот этот чай можно смело выкинуть. Потому что он ни хрена не вкусный. Самый крутецкий чай, это, конечно же, зеленый и черный. Но так как зеленого у меня нет, будем заваривать черный чай. Еще, также он должен быть из Сейлона. Для тех, кто не знает, Сейлон такая провинция. Сейчас она называется Шри-Ланка. Так, что у нас? Да, тут еще есть мой фокус. Стоит он в том, что обычно люди, ну, они сначала заваривают чайник, потом наливают в кружку с чаем воды, а потом уже добавляют сахар. И я же делаю все ровно, с точностью, да наоборот. Сначала мы добавим сахар. Я очень большой любитель рафината, ну, сахара в кубиках. Его у меня сейчас нет, поэтому сойдет и песок. Для чая лучше песок, а рафинат приятное все-таки вот так жрать. Добавляем три ложки, три ложки добавляем на кружку. Ну, и так как я одной кружкой обычно не напиваю, что добавляем еще три ложки в другую кружку. Да, у меня пивная кружка. Он наследство досталось от моего отца. Но я еще раз повторю, что я небольшой любитель бухать. Я впечатляю более здоровый образ жизни, ну, или какие-нибудь другие развлечения, типа страйкбола, футбола, ну, и тому подобное. Так, ну что, чай у нас... Ну, готово все для чая, все готово для нашего блюда. И вот самое время его включать. Включать, причем стоит обратить внимание, что я делаю так. Сначала я, то есть, включаю сковороду, ну, и одновременно с этим завариваю чайник. Пока это все у нас блюдо Филипчета Даля Рус будет готовиться, соответственно, чайник уже успеет скипятить, но у меня вот тут вот вы его не видите. Ну, плохо его видите. И чайник уже успевает скипеть, чай уже успевает остыть, но не так уж, чтобы прям был холодный, и такой, чтобы тепленький был. Короче говоря, запомните, что одновременно я включаю и сковороду, и чайник. Начнем. Для тех, у кого электронная плита, лучше все-таки ставить на режим семерки макароны. Ну и, как я уже сказал, включаю чайник. Обычно так бывает, что ты наливаешь воду в чайник потом ее ставишь а потом она киптится из этого чайника выливается поэтому я советую всегда следить вот тут у вас есть должно быть уровень уровень чтобы он не был на максимуме тогда все будет хорошо и вы не устроите короткое замыкание себе ну поставили чайник давайте я его поближе к камере сделаю кипит 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 но самое время помешивать макароны прочнее обычно они в группахе сгруппированных бывают и я советую как бы равномерно макароны распределить по всей мисклораде стоит также добавить что я вот несмотря на то что я левша но тем не менее я пользуюсь двумя представлениями для перемешивания макаронов двумя так называемыми лопатками ну я их так называю не знаю удобно ли вам будет мешать макароны распределить двумя лопатками или одной вы вообще не мешаете пишите об этом в коментах всегда буду рад ответить достаем тарелку ну самую обычную тарелку с выемкой тарелку тарелку Ну, а так как пока все это готовится, у меня канал все-таки более политической направленности, хочу прокомментировать тот случай, когда Путин дал указание губернатору Московской области о том, чтобы закрыть вот эту свалку, которую показали. В прямой линии президенту. Ну, что тут хочу сказать о том, что Путин дал указание закрыть эту свалку, но вопрос возникает в том, кто? Ну, вот, конечно, закрыть эту свалку, а куда они будут сводить мусор? Тогда это же не просто свалка возникла на ровном месте. То есть, была выставлена какая-то логистика, да, может, она была неправильна с точки зрения экологии, но она была выставлена. Сейчас вот эту свалку прикроют, прикроют там, делают рекультивацию местности, что-то еще, горнолыжный какой-то курорт. А куда будут сводить мусор? В лес, чтобы другой какой-нибудь участок загадить? Мне кажется, что тут более разумно то, что вот от этой свалки, от этой кучи мусора, которая в Подмосковье, которую мы все видели на прямой линии президента, все-таки оттуда людей отселить, отселить. А свалку-то оставить, потому что куда будут сводить мусор? То есть, вы думаете, что вы говорите, туда мусор годами свозили, а теперь этот мусор в какой-нибудь лес будут свозить. То есть, якобы сейчас правительство наше будет дискологией, а правительство вот не думает о том, что мусор вот эта твоя печь. Куда будут девать все местные предприятия? Об этом никто, причем-то кроме меня, не задумывался. Нет, я еще раз повторяю. Да, свалка это плохо. Такая гигантская свалка это очень плохо, с точки зрения экологии. Но, что вы понимаете, надо куда-то мусор сводить. Перерабатывающие всякие компании, там, по сбору и филитации мусора, все-таки у нас недостаточно развитые. Их в каждом районе, в каждой области-то нет. Поэтому они и свозили туда мусор. Ну, а пока мы с вами комментировали новости, чайник уже вскипел. Пойду заваливать чайник. Тут есть один фокус, которым меня научила моя мать. И этот фокус состоит в том, что можно сразу на две кружки заваривать один и тот же чайный пакетик. Ну, вам не видно, давайте я поближе к камере. Все. Его еще, его еще можно, можно использовать, поэтому я этот пакетик не выкидываю. Чайник готов, и надо нам еще раз скиптить чайник. Да, чай готов, но я сейчас немножко даю себе в крошечку чая. Чай готов, но осталось, что у меня в чайнике воды очень мало, поэтому я сразу завариваю и еще раз, чтобы потом было много воды. Так, если приспичит пить, если приспичит жажда. Смотрим уровень. Ну и пока чайник еще раз заваривается, скажу несколько слов, что я использовал для кипячения самую обычную воду из-под крана. Никаких фильтров я не использую и использовать не буду. Дело в том, что лет пять назад у моей бабушки стоял фильтр, и по моему ощущению, он не только не фильтровал воду, он еще и добавлял свои всякие примесения и бляги. Да, твердили лет десять назад, потому что он накрепил в чайнике, следите за накрепью в чайнике. Но по моему ощущению, фильтры гораздо более опасные. Почему? Потому что создает иллюзия, как ты лил воду из-под крана фильтр, и она уже тебя обеззараживает. То есть уже можно пить. Вот это, если пьешь, а потом хрена, и тебя ввозят в больничку тут же. Поэтому запомните, что даже воду из фильтра надо все всегда пипятить. Ну вот так вот мы помешиваем, понемножку и продолжаем говорить, что может не так уж важно, не так уж интересно, но тем не менее я не только готов, я делюсь с вами своими какими-то впечатлениями, рассуждениями о жизни. Но тут надо сказать, что сейчас, в данный момент, очень хочу зарубиться в страйкбол, что все-таки пейнтбол это не для меня, шарик без краской, но это как-то выглядит по-детски. Вот страйкбол, а там-то настоящий, вот славя настоящий приближенный к боевым. Там-то да. Ну конечно, синяки, воздриво, и спинболи можно их получить. Ну а все-таки страйкбол это тема. И неохота, мне честно говоря, платить деньги там, в какой-нибудь страйкбол кунг-фу, чтобы они сдали мне оружие, экипировку. Хочется все на халяву, поэтому я сейчас страйкбол, и не дорогоюсь пока что. Денег все-таки не так много, как хотелось бы. Звук-фу. 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 ГОВОРИЮ-ン. да я тут должен сказать что я обычно готовлю макароны 40 минут они должны быть но не сказать чтобы в уголе это очень важно как бы с одной стороны они должны быть сырыми макароны с другой стороны они не должны быть в уголе макароны должны быть золотистого цвета о чем бы еще таком сказать все рассказать на жизни а вот то что вот так как у меня мать учительница давайте поговорим с вами образование не буду сейчас касаться темы российского образования на таком месте бла-бла-бла это как намеренно в другой раз но давайте-ка вот порассуждаем о том как же все таки одиннадцати там из девяти классов уставать экзамены это достаточно очень трудно сам сталкивался с этим да и вы тоже наверняка убедился вот у меня что поражает когда ты находишься в одиннадцатом и девятом классах все вот это вот программа программа по изучению каких-то второстепенных даже то что вот там есть допустим программа там вот ты проходишь в восьмом классе что проходит что у тебя там, что проходит что у вас в одиннадцатом классе и у вас вся программа особенно касается 11 класс просто лечит ядрений и нет то есть ты не успеваешь изучить что то новое что-то новое не успеваешь изучить так как ты весь там 11 или девятый класс готовишься к экзамену и вот поэтому у меня есть такое предложение все-таки сделать единый государственный экзамен не для выпускников школы не для выпускников школы, чтобы они все-таки изучали какие-то там, даже в одиннадцатом классе какие-то новые знания, там, допустим, по обществознанию или там по русскому языку а чтобы единый государственный экзамен был для вузов, для техникум да, там, они вводили, наше правительство вводило этот экзамен для того, чтобы избежать коррупцию коррупцию школы при сдаче экзаменов экзамен и вот с коррупцией они, как мы все видим по последнему фильму Навального побороться не смогли она их, наоборот, поворола так что вот так вот ну, я все-таки стараюсь от того, что там в школах должно быть как-то все постепенно, там, постепенно проходить в таком случае, там, ну, условно говоря корни уравнений там в девятом классе алгоритмы какие-то в одиннадцатом классе, там танкенс-контанкенс в десятом классе, ну и так далее а что получается на деле в одиннадцатом классе все это нахрен свертывают и готовятся готовятся там, пишут, пишут билеты, билеты репетируют как они там вот будут сдавать экзамен ну, отчасти поэтому наше образование в полной религии меняюсь в попе ну, отчасти не только поэтому, конечно же но и поэтому тоже пойду помешивать макароны ну, о чем поговорить вот для жителей Самары это, сейчас рассуждение моё будет особенно интересно все мы стали замечать это с 2015 года вот эти знаменитые коричневые там или черные ну, такие киоски с полицией там, особенно около парка 50-летия октября стоит там около Виволэнда и я сказал, что что по этому поводу идея правильная идея правильная, конечно те, кто скажет а вот там, дескать я поюсь, поюсь полиции там, и поэтому у меня как же его стоит обрез или там или там этот или травмат то я могу сказать что во-первых второго уже футболки но а во-вторых все-таки есть такое понятие как монополию на насилие оно должно принадлежать только в государству иначе получится то, что сейчас творится в Соединенных Штатах когда стреляют людей направо и налево да, полиция может быть работает неэффективно может быть где-то она работает эффективно но тем не менее это все-таки гораздо более безопасно да, понятно там всякое бывает в случае с Евсюковым тому до 50-го года подтверждение но тем не менее тем не менее если полиция будет обеспечить порядок на улицах а особенно это касается вечернего и ночного времени это будет немножко спокойно тем спокойнее чем вот что оружие будет на руках уподавляющее большинство граждан тут я совершенно тут кстати говоря противник либерализации законов по касательно ношению оружия ни к чему хорошему законопроект ну попытки этих законопроектов не проведут они проведут ровно к тому что у нас будет как в США когда извините меня какой-нибудь студент будет вваливаться в деканат и стрелять там всех направо и налево да у нас случай такой точно был правда не в универе а в школе в Москве год-два назад но тем не менее этот случай не будет массовым да тех подростков в Ксовской области которые открылись в любом моментам полгода назад жалко конечно же но все равно все равно это лучше чем оружие то есть будет оно еще там ношения его будут скрыты скрыты это же это же вообще то есть полиция не будет знать у человека есть оружие или нет и поэтому оно будет стрелять направо и налево оно вот вам надо оно вот вам надо вы сторонники легализации оружия при том что есть все-таки довод в пользу армии оружия тем что могут вломиться в дом там или гараж открыть там и украсть машину но я скажу это проблема немножко другого свойства эта проблема касается закона о пределах самообороны то есть ну а при этом то что если преступник вламывается вламывается ваш дом угрожает жизнь угрожает вашим жизнью и жизнью ваших родных убийств да его надо пристрелить тут совершенно точно легально нелегально у тебя оружие это все бирунда полное если врываются в твой дом и ты понимаешь что сейчас если ты его не гроб нет то тебя гроб то конечно же только в таких случаях оружие имеет право на существование но еще раз скажу что скрытое ношение его по улицам для простых издавных граждан это все таки не очень все таки полиция должна работать а то иначе зачем мы деньги платим деньги ведь уходят из наших карманов из карманов налогоплательщиков а то получается если разрешать оружие всем то по принципу защитить себя сам то получается что полиция неэффективна а куда так деньги наши расходы из бюджета тактика еще раз что там с макаронами помешать ну уже они уже подготавливаются тут надо сказать на поводу макарон надо ловить тонкие обратите внимание что статистики у меня не включены не включены тут надо ловить тонкий момент когда макароны уже вроде как готовы но еще не до конца и тут что я делаю я убавляю макароны помните на 7 я их убавляю на 5 можно даже на 4 добавить и на 3 и включаю сиськи то еще раз я повторю важно следить за тем чтобы макароны у вас не перегорели чайок уже готов уже можно тыч но я пока это делать не буду и еще такая тема в которой много очень волнует фильм Стоун да в том что фрагмент этого фильма где президент наш Владимир Владимирович Путин показывает ему гаджет свой и говорит это наши вояки работают в Сирии а тут что окажется что это все-таки не наше видео а видео Пентагона и не касается Сирии а это мочили американцы контакты в фейсбуке в одноклассниках еще где-то на ютубе ну и научиться все-таки фейки министерства обороны нашего там отличать от лжи все-таки понять о том что информация которая предоставляется может быть немножко ну так скажем искажена немножко так скажем неправдиво поэтому надо все-таки иметь что нравится источники из народа ну и вот так вот макароны уже почти у нас готовы но я еще сейчас у меня на 5 я еще убавлю на 4 да по поводу по поводу плиты скажем что это очень удобно электронная плита да понятно что могут отрубить электричество тогда как готовить разве что не на костре но все-таки это гораздо лучше гораздо безопаснее чем газ я не плачу газкром и платить газкром ни в коем случае я не собираюсь а тут пусть и дальше там тратить миллион нахалков вицелей и прочих да может замкнуть плита но чтобы этого не произошло всегда доверять установку там плиты по включению к сети специалистам настоящим электриком и тем ханышником во дворе а чтобы была солидная фирма солидный монтер ну и можно наверное самому это все сделать но вот читайте перед тем как обращаться с техникой инструкции все-таки они созданы для того чтобы их читать а не игнорировать да понятно что я сейчас немножко кэп немножечко я рассуждаю ни о чем но пока готовится у нас блюдо мечта итальянки фильм читат даля рус мечтай итальянки а Россия о чем бы еще таком поговорить но все-таки у тех у кого газовая труба я все-таки советую газовая труба и ставить пластиковые окна когда вы используете газовую трубу открывать пластиковые окна так как и то что закрыто то есть пластиковые полностью перекрывают доступ кислорода к вашу квартиру то может быть такое случится как взрыв такой уже был несколько лет назад ну поэтому у меня электрическая плита еще раз не газовая никакая но это связано еще с одной вещью все-таки экологичная готовит также на электрической плите так как вот эти спички из деревьев деревьев жалко и к сожалению все меньше не сейчас и на спички идут хотя сейчас современные технологии но тем не менее бумага пока что не отходит на второй план все-таки есть вещи которые надо на бумаге делать а не в компьютерах связано это как вы понимаете с защитой какой-нибудь ценной информации ну вот бумагу можно разорвать съесть на ходе конец а когда у вас электронные какие-то гаджеты то понятно дело где-то отстают доступно хакер дайте пока у меня засечка готовится поговорим сейчас новость пришла такая что британские власти обвинили Россию в том взлом подверглась подверглась британия кибер атаке и предположительно со стороны русских россии понятное дело что наши отнекивают это не мы да это все китайцы там еще кто-то но у меня такой возникает вопрос что недавно путин на петербургском международном экономическом форуме поздравил наших программистов из санкт-петербургского же колледжа или прошу прощения уже не знаю с тем что они занимали первое место в чемпионате мира по программированию а теперь вздумайтесь раз наши заняли первое место чемпионата мира по программированию то есть они лучшие программисты во всем мире они могут вот взломать какие-нибудь супер там засекрительные сети Пентакона там Лондона помогут и не хотят вот подумайте об этом пока я мешаю макароны макароны уже почти почти у меня золотистого цвета почти уже как надо да я много раз сейчас говорю почти почти но это формат новый для меня поэтому не обессудьте что уж называется надо сказать что не стоит ставить не стоит ставить макароны ну просто на какую-то там подстилку на клеенку на макароны могут прожечь могут сковорода и поэтому я буду использовать такую подставочку уже и сосиски кстати говоря готовы вот обратите внимание я выключаю все одновременно одним нажавчим кнопки выкол на плите а теперь самый главный все готово а теперь самый главный секрет моего блюда перечит а для рус это берем сосиски вот сосиски берем вилку вот у меня самая обыкновенная как вы видите вилка берем самый обыкновенный нож вилку направляем в кастрюлю давайте вам покажу вилку в кастрюлю вот достаем сосиску кладем вот сюда вот есть фокус в том что я для блюда мечта по-итальянски кладу кладу короче я делаю так что сосиски оказываются пониз макарон то есть не наверх а вниз так будет вкуснее можно смело вылить воду из из чеплашки тоже с этим делом надо быть аккуратным потому что у меня двоюродный брат однажды очень сильно обжегся правда он пролил чайник с горячей водой но тоже удовольствия мало теперь вот сосиски готовы но это еще это еще не все мы их будем резать перенедикулярно короче по по горизонтали по горизонтали мы их будем резать можно на три равные части можно на четыре давайте на четыре вот я порезал порезал сосиски на четыре части вот у меня какие они получились довольно таки неплохие довольно таки неплохие ну а теперь под сосиски мы завинчиваем макароны все кладем мы макароны кладем макароны и так барабанная дробь все у нас готово вот так вот она выглядит это блюдо мечта по итальянски макароны сосиски под макаронами ну что ж с вами был Денис Кривошеев пока увидимся до скорых встреч госпual оружище до молодưng, о до 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 до